доброе утро дорогие друзья всем привет всем привет бонжур hello шалом значит я в израиле видите сейчас много передвигаюсь и из-за того что много передвигаюсь то приходится из машины проводить урок уже это второй раз подряд представляете да вот так вот сидишь в киеве в одном месте и я вот начинаю оценить да как удобно сидеть в одном месте влад косов привет а так все время ездишь то здесь то там но опять же в свой во всем есть своя прелесть во всем есть своя прелесть и в передвижениях есть своя прелесть и в сидении своя прелесть весь вопрос в отношении яков шатадин шалом вот я в израиль еще даже не успел увидеться с якором шатадина надо как-то сегодня можно пересечься после обеда вот шалом из тишинева все но раньше я вам так скажу что раньше для того чтобы попасть в израиль например тот же большим там например или веленский гаон они так и не попали в израиль то есть они стремились как и маши рабы но как моисей моисей тоже не попал в израиль представляете стремился стремился и не попал то есть моисей не попал в израиль большим там не попал Веленский Гаон не попал Например Авраам Авину Первый еврей Первый который нашел путь к Богу Ему Бог прямо сказал И что интересно Очень многие задают вопрос Почему написано в таком странном порядке Ведь человеку когда говорят Во первых говорят Иди куда в начале А не откуда И даже если говорят Иди откуда ты должен выйти Вот например человеку говорят Выйди из своего дома Из своего города Из своей страны Почему Бог сказал Аврааму Выйди из своей страны Из своего города Из своего дома Из дома отца своего И в этом мудрецы находят Находят именно глубинную суть Что Бог ему сказал не о географическом понятии. Бог ему сказал о понятии психологическом. Человек, он является продуктом своей страны, продуктом своего города и продуктом своего дома отца своего. То есть, каждого из нас воспитывает страна, город накладывает отпечаток своего менталитета и больше всего влияет семья на человека. То есть, то в детстве вот прямо нет у человека другого знания о себе и о мире, чем то знание, которое ему дали в семье. То есть, нету другого. Маленький ребенок, у него основной источник знаний о мире, о себе, о том, как надо вести, основной и часто даже единственный, это его дом, его семья. В раннем детстве, до 6 лет, например. И вот ему в доме говорят, ты вот такой, ты вот такой, ты вот такой, ты должен делать это, ты должен делать это. Это делать правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо. И что? И получается, что человек, человек вырастает, вырастает, и у него как раз глубинное, главное представление о себе и о мире, это то, где он вырос. И поэтому Бог сказал Аврааму, выйди из страны своей, то есть, выйди из города своего, то есть, оставь убеждение своей страны, да, во что верит твоя страна, страны одни в одно верят, другие в другое. Оставь город свой. У меня есть один друг из Матеевки, так вот, ну, многие его знакомые шутят, что вот он из Матеевки уехал, но Матеевка из него не уедет никогда. Такая шутка, да, что, ну, вот как бы стиль, стиль общения, или там одесситы, например, да, у меня есть один приятель, который уже не живет в Одессе очень много лет, но он одессит по общению, по шуткам, по каким-то нюансам менталитета. Так вот, сказал Бог Аврааму, оставь это все, оставь обычаи своей страны, оставь обычаи своего города, оставь обычаи дома отца своего, да, и иди в землю, которую я тебе покажу. И он его вел в Израиль. Вот. И я вот сейчас приехал в Израиль, это было вступление, приехал я в Израиль, и понимаю, что здесь, здесь, вот, если отключиться вообще от всего, то есть действительно такое очень духовное, духовная такая реальность, духовное состояние. Хорошо, значит, смотрите, есть место, время и люди. Это то, что на нас влияет. Это внешняя такая среда, место, да, где человек находится. природа влияет одним образом большой город, другим образом, то есть это понятно, да, то есть географическое положение человека в пространстве влияет на его душу, на его суть. Второе, с кем он общается, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть те люди, которые вокруг каждого из нас, оказывают очень большое влияние, очень большое влияние на каждого из нас. И третье, это время, например, сейчас мы находимся в месяце Элуль. Месяц Элуль, это месяц перед Роша Шана, вот он начался, было новомесяч, было в воскресенье, понедельник, в субботу, воскресенье. И начался месяц Элуль, который называется, Элуль это как сокращение, Анили, Додива, Додили. То есть это сокращение, как я для любимого, любимый для меня. То есть это месяц, когда, который предназначен для того, чтобы приблизиться к Богу. То есть говорят, что Бог в это время Он очень открыт к нам. И когда ты думаешь о том, как к Нему приблизиться, то Он охотно к тебе приближается. То есть Он как бы сейчас Бог в очень доступном, доступном, грубо говоря, настроении и состоянии. И теперь, значит, а как к Богу приблизиться? Мы знаем, что есть Нер Митсва, свеча это заповедь. То есть делая заповеди, делая то, что Бог сказал делать, осознанно делая это, ты приближаешься к Богу. Ве Тора это Ор, Тора это Свет. Изучая Тору, ты приближаешься к Богу. Ведера Хахаим, тохахот Мусар. А путь жизни, путь к вечной жизни, это тохахот Мусар, это Мусар, это от слова Лиасер, страдание, и Масар, как бы ограничение. Так путь к вечной жизни лежит через страдание и ограничение. Вот интересная такая штука. Хотя, опять же, тут тоже нюансы есть, да? Есть нюансы, что когда ты приблизился уже к Богу, то есть страдание и ограничение это то, что тебя двигает и приближает. Но когда ты к нему приблизился, тогда служение происходит в любви и в радости. То есть это две как бы стороны одной и той же медали. То есть страдания и ограничения показывают тебе путь, по которому ты должен идти. Но когда ты идешь по нему, в какой-то момент у тебя открывается свет, радость и любовь. Вот такая вот тема. И вот сейчас месяц илуль как раз он для того, чтобы пересмотреть свои взаимоотношения с Богом. И потом будет Роша Шана, два дня, это называется судный день, когда фиксируется, на какой ты находишься ступени по близости к Богу, по направлению твоего движения. Потом есть 10 дней раскаяния, потом находится Йом-Типур, день искупления грехов, когда прощаются все грехи, в которых ты раскаиваешься. То есть это день, как химчистка такая, да? И после этого, так как ты уже без грехов, наступает неделя радости, Суккот. Это неделя радости от того, что ты радуешься, что ты без греха, близок к Богу. Закончился еще один цикл твоего развития. То есть каждый год это цикл твоего развития. И ты начинаешь новый цикл развития. Это праздник Суккот. Теперь сегодня мы продолжаем изучать Пертиавод. Прямо идем мы по порядочку. И сегодня Мишна, которую сказал Раби Элязар Бен Яков. Раби, да, Лея Китов. И шалом из Нов Агалиль. Всем шалом из Нов Агалиль. Значит, сказал, сказал Раби Элязар Бен Яков. Он сказал следующую вещь. Аусе Митсва Эхад Конело Пераклин. Сейчас, как сказать это слово. В общем, он защитника себе покупает. Забыл, как это слово произносится на иврите. Аусе Митсва Эхад Конело Пераклин. Выскочил у меня это слово. В общем, защитника. Тот, кто делает заповедь одну, он приобретает себе защитника одного. Каждая заповедь, она создает в духовном мире реальность, которую принято называть словом ангел. И вот этот ангел, он становится защитником. То есть, каждая заповедь, она защищает человека. Ваусе Авераехад Конело Категорехад. Тот, кто делает преступление одно, он приобретает себе как есть защитник, а есть обвинитель. Он приобретает себе обвинителя одного. То есть, он в духовном мире создает своим действием обвинителя. Это очень похоже, как вот на Востоте объясняют закон кармы. Закон кармы объясняют так, что когда человек делает любой поступок, то он создает в духовном мире некую реальность, которая, так как он ее создает постоянно, оно создает как бы программное обеспечение, и к нему все возвращается. Все, что он делает, к нему возвращается. Это карма. Это называется карма на Востоте, а у нас это называется по-простому. Делаешь заповедь, создаешь себе защитника одного. Делаешь преступление, создаешь себе обвинителя одного. И дальше он продолжает и говорит, что Они как защитная стена перед расплатой. То есть что такое Чува? Это раскаяние. Сейчас мы поговорим более подробно об этом, потому что это главная тема месяца Илуль, и главная тема подхода к Рожа Шане, и главная тема потом в 10 дней раскаяния. И да, спасибо, чтобы было Рифа Шлавали, Рифка Пентусевич. и значит Чува раскаяния и добрые дела как защита перед расплатой. Смотрите, что здесь стало нам понятно? Первое нам стало понятно, что делая каждую заповедь, ты приобретаешь себе ангела-защитника. То есть ты создаешь прямо вот у каждого из нас как на небе есть проекция, то, что называется душа, которая уходит в духовные миры. И делая заповеди, мне ближе всего вот это вот название, что каждая заповедь создает одежду для души. То есть ты создаешь себе, уплотняешь вот эту вот свою духовную голограмму через заповеди. И ты создаешь себе то место, ту структуру, как бы, то создание, в которое твое самоосознание, человек это его самоосознание, то, как он сам себя представляет, сам себя осознает. То есть каждый из нас вот спроси, Ицкак, ты, что с тобой? Я говорю, я урок сейчас провожу, я сижу в машине, я разговариваю, я рукой машу. То есть у каждого из нас, когда мы думаем о себе, есть набор таких вот осознаний, идеи о себе. И вот это вот осознание при жизни человека, оно каким-то образом привязано к его телу. Но когда человек умирает, то вот это самоосознание, оно отлепляется, отрывается от тела и прикрепляется к душе. Если есть к чему прикрепиться. Если человек с помощью заповеди создал себе там вот это вот как бы себя же, но только в духовном мире. Теперь каждый, кто делает одну заповедь, он создает себе одного защитника. Кто делает преступление, то есть он нарушает закон Бога и делает то, что называется злом. Он создает себе одного обвинителя, то есть он создает себе в духовном мире некую реальность, которая его же самого начинает уничтожать как вирус. Теперь чува и добрые дела, они как защита перед расплатой. В какой-то момент, когда человек создал себе там своими неправильными действиями, неправильными мыслями, он себе создал в духовном мире какую-то негативную такую реальность, она начинает у него в жизни здесь воплощаться в каких-то негативных, неприятных событиях. И это то, что называется страдания, которые человека должны, как в Талмуде мы учили, если пришли к человеку страдания, он должен ифашфешбамасам, он должен проверить свои дела. Проверил и не нашел, почему оно пришло, значит, мало учил Торы, значит, он не понимает, то есть по его системе координат, какие-то его действия, которые он делал, он считает их хорошими и правильными, но они были неправильны из-за того, что он не учит Тору или его понимание Торы неправильно, не соответствует то, что Бог имел в виду, то он думает, что он делает хорошо, а по факту он делал плохо. теперь тшува и добрые дела помогают создать защиту от расплаты. Как тшува помогает защиту создать от расплаты? Вот человек думает, вот я сделал так-то, так-то и так-то, а может, я неправильно сделал? На всякий случай я, вот как лично я делаю, да, я думаю так, если я сделал правильно, ну, хорошо, значит, я сделал правильно, но если я сделал неправильно, я раскаиваюсь, я в будущем не хочу больше так делать и так далее, да, то есть, как бы, человек мысленно исправляет то, что называется карма, да, то есть, он, что такое любое действие, да, любой поступок, то человек обдумывает и потом он в своей картине мира, он принимает решение сделать вот так и делает, но до любого действия был ход мысли, шува раскаяния это прокрутка обратно вот того хода мысли, который привел к неправильному действию и сожаление об этом, то есть, ты берешь на себя сам страдание, ты говоришь, я не буду ждать, когда ко мне придет расплата, ну, какая-то придет внешняя такая неприятность, да, зачем, я сам себе говорю, что мне плохо из-за того, что я это сделал, я сожалею, что я это сделал, я на будущее не хочу больше так делать, и когда человек искренне, Бог же читает сердца, он делает вот этот вот процесс раскаяния, это называется, нужно проговорить вслух, это называется ведуй, ведуй, это потом от него пошло, от этого слова еврейского, пошло слово исповедь, ведуй, только исповедоваться надо не перед тем-то, а просто перед Богом, сказать, так и так, я сожалею, что это делал, мне очень жаль, мне, например, жаль за все свои прошлые ошибки, я очень сожалею, особенно я сожалею за свое там, я часто гневаюсь, раздражаюсь, и вот это для меня, я считаю, самая моя большая ошибка, и все остальные мои в жизни ошибки, они были сделаны из-за гнева и раздражения, то есть я больше всего хочу избавиться вот в следующем году от качества раздражительности, гневливости, и есть минимальная форма раздражения и гнева, это грусть, грусть это то же самое, то есть вначале идет грусть, я недоволен тем, что происходит, это плохо и неправильно, потому что то, что происходит, это лучшее, что Бог для тебя приготовил, поэтому грусть это уже, как бы ты выступаешь против Бога, да, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, дальше идет раздражение, это когда ты активно выступаешь против Бога, который тебе посылает какие-то сигналы, каких-то людей для исправления, он тебе намекает, что ты где-то тут ошибся, там ошибся, он хочет, чтобы ты исправился, А ты вместо того, чтобы исправиться, ты говоришь, вот не хочу, чтобы так было, и начинаешь протестовать. Раздражение это легкая форма протеста против реальности. Дальше есть гнев. Гнев это жесткая форма протеста против реальности, и ты как бы прямо в открытую, прям не хочу, чтобы так было, вот ты хочешь так, ну и так далее. Вот я, например, считаю, что вот это мое очень то, в чем я делаю тшиву, то, в чем я раскаиваюсь, и я больше всего хотел бы, чтобы следующий год у меня был годом полного спокойствия, полнейшего принятия реальности, такой, какая она есть, с молитвами, с действиями. Да, человек имеет право менять реальность, но он не должен из-за этого гневаться, он должен идти через передний привод. Спасибо, что ты мне это сделал, я очень тебя хочу, давай двигаться в этом направлении. И дальше человек делает заповеди, человек делает добрые дела, то есть он создает ту реальность. Я не знаю, слово карма, оно в принципе не запрещено, то есть мне нравится это понятие, да, что у каждого из нас есть на небе вот эта вот программа. В иврите нет этого слова, которое говорит о том, вот о моем конкретном сегодняшнем хижбоне, да, расчете за все мои прошлые действия и за все мои мысли. Но это есть, то есть это есть, у каждого из нас есть на небе вот это вот как бы программное обеспечение, сквозь которое Бог с нами взаимодействует. То есть мы своими мыслями, действиями, намерениями, реакциями, словами, оценками других людей, мы создаем некий фильтр, сквозь который потом на нас идет реальность. То есть человек сам создает фильтр своими мыслями, сквозь который потом на него Бог дает ему как бы реальность, то в которой он живет. Поэтому очень важно, давайте еще раз подумаем, то есть тот кто делает одну заповедь, осознанно делает заповедь, Бог ты сказал делать, я делаю, он создает себе одного ангела защитника. Тот кто делает преступление, он создает себе одного ангела обвинителя. Тот кто делает шуву, то есть он периодически, какое-то время в день уделяет тому самоанализу и если он находит в себе какие-то действия, о которых он сожалеет, что это считается по Торе неправильным, он об этом прямо признает себе, я сожалею, я принимаю решение на будущее этого не делать и просит у Бога, чтобы он помог. Помог, значит это он создает как защиту перед расплатой. Все, на этом мы сегодняшний урок заканчиваем. Значит вывод очень простой, больше делать заповедей, создавать больше ангелов защитников, не делать преступления, чтобы не создавать обвинителей. Если сделал преступление, нужно делать химчистку. Химчистка это тшува и добрые дела. То есть вот этими двумя параметрами мы можем снять с себя вот эту вот плохую карму и сделать так, чтобы будущий год и все, что на нас в дальнейшем приходит, было чистым, светлым, здоровым, добрым, спокойным и радостным. Все, чего я вам и желаю, лично вам. Все, сделайте пожалуйста свои выводы, поделитесь уроком с друзьями, со знакомыми и с незнакомыми. Это считается заповедь и добрые дела. Тот, кто изучает Тору и помогает Торе и распространяет Тору, это самая большая заповедь, которая только есть. И поэтому вот любое действие по распространению уроков Торы является заповедью, создающей не просто ангела, а спецназовца, ангела-защитника-спецназовца. Потому что Тора, это очень интересно, вот почему я вот прям стараюсь не пропустить ни одного урока. Я это чувствую в своей жизни, насколько Тора, она создает защиту, насколько Тора создает вот ту атмосферу жизни, в которой реально хочется жить. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.